Торжество по случаю юбилейной даты с экскурсом «Недалекое прошлое». Ведущие праздничной программы рассказали об истории создания роты и ее достижениях. Следует отметить моментов, заслуживающих внимания, пусть еще и молодой летописи подразделения уже немало. 15 лет назад формирование роты производилось из личного состава срочной службы, расформированной 4-й патрульной роты офицеров, прапорщиков, военнослужащих по контракту на базе бывшей больницы. И уже 25 декабря 2002 года личный состав роты впервые заступил для несения службы по охране общественного порядка в городе Речи. С первых дней созданное подразделение успешно справлялось с поставленными задачами, незамедлительно реагируя на возникающие в ходе несения службы ситуации. Способность действовать оперативно личный состав продемонстрировал даже во время торжества. Когда из-за технической заминки не зазвучал гимн страны, служащие роты исправили ситуацию. 6-я рота, гимн запеваем. Вы белорусы, мирные люди, сердцем отданые родной земли, с широ сябруем, силы готовим, мы у процовитой вольной семьи. Среди положительных качеств и достижений также отмечено патриотическое отношение служащих к своему подразделению. С первых дней рота начала формировать свои традиции, основу которых составляют победы в служебно-боевой деятельности. По итогам первого года она занимает достойное место среди подразделений части, а по некоторым видам служебно-боевой деятельности обходит большинство давно существующих подразделений. Деятельность 6-й отдельной патрульной роты признана и оценена. Поздравляя личный состав и руководство роты с юбилеем, отметил командир 2-го патрульного батальона Сергей Гопанчук. Достичь такого уровня позволяют высокий боевой потенциал и моральные качества. От лица командования части, от лица управления 2-го зеленого патрульного батальона поздравляю личный состав 6-й зеленой патрульной роты с днем образования. 15-летие это прекрасная дата. По людским меркам это, конечно, не так много. Возможно, даже наше подразделение не достигло совершеннолетия. Но оно, поверьте, является очень боеспособным подразделением нашего батальона и нашей бригады. Это, соответственно, которое способно выполнить любые задачи по предназначению, как повседневные, так и в особых условиях. В этот, скажем так, преддверии большой даты мы находимся сейчас. У нас 18 марта 2018 года исполняется 100 лет внутренним войскам. А наша 6-я отдельная патрульная рота является единственным фактически в городе представителем. В районе еще есть 9-я отдельная патрульная рота – представители внутренних войск. Поэтому наш коллектив то же самое внес даже за эти 15 лет очень большой вклад в развитие внутренних войск, в становление внутренних войск как в Умельской области, так и в Реческом районе. От лица укрепления батальона маленькие. Военнослужащие не только несут воинскую службу, но и охраняют общественный порядок в городе, ведут патрулирование улиц. На их счету задержание преступников и многочисленное предотвращение преступлений. За вклад в обеспечение спокойствия граждан в адрес виновников торжества звучали многочисленные слова благодарности. Радуя то, что молва по городу у вас идет только позитивно. Нету негатива, который присущ, наверное, к той форме, в которой вы ходите, но вы своим поведением доказали, что вы отличная рота. Пожелать, ну пожелать молодежи, чтобы все-таки они служили без, наверное, этих мыслей. Мы в чаше думали о доме, в чаше звонили родителям, и все пройдет быстро. Вот. Ну, а руководство, чтобы все-таки их подчиненные всегда радовали своим поведением, ну и та молва или те заслуги, которые у вас есть, долгие годы вам сопутствовали в вашей работе. Поэтому мирное небо, ну и спокойной нам всем жизни. От себя лично хочу сказать о вашей нелегкой службе, потому что, сам знаю не понаслышке, служил в 90-е годы в внутренних войсках, 32-14, обладатель Крапова-Бирета, поэтому хочу вам пожелать успехов, благополучия, всех земных благ, легкой службы. Ну и дембельный за горами. Вы помогаете народу Беларуси, защищаете его. Делаете это не на картах и полигонах, а каждый день, выходя на улицу города, охраняя общественный порядок. Спасибо вам за нелегкий труд. Греческие милиционеры знают, что у них при выполнении задач, стоящих перед органом интерьер-дел, есть надежные помощники, на которые сюда нужно положиться. Пусть будет в жизни все как надо. И ясный день, и светлая мечта, и чаще слышать вам спасибо как награду за добрые, за нужные дела. За активное содействие в охране общественного порядка, выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел, Андрей Семков вручил благодарности начальника РОВД, ряду военнослужащих. В день торжества военнослужащие роты блеснули еще одной гранью таланта, проявив себя в творчестве. Рядовой Виталий Гутыркин словами стихотворения Александра Роза Малма высказал мнение, каким должен быть настоящий мужчина. В Чечне недавно вышла незадача. В один из, не скажу каких полков, приехали служить четыре матча, а командиры ждали мужиков. Солдаты, не пойми какой удачи, с банданами поверх тупых голов. С Чеченкой вели себя, как мачо, подставили полу от мужиков. Их вытащили, но как иначе? Бросать своих у наших не с руки. Родную часть у делавшихся мачо доставили простые мужики. Я не люблю козлов, а петухов тем паче. У них с павлинами один язык. И тот, кто держит на Руси себя за мачо, по жизни сто процентов не мужик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...